Как мы почитаем Бога? 1 Царство, 2 глава, 30 стих. Если вы открыли, скажите «Аминь». Будем читать. «Посему так говорит Господь Бог Израилев? Я сказал тогда, «Дом Твой и дом Отца Твоего будут ходить пред лицом Моим вовек». Но теперь, — говорит Господь, — «Да не будет так, ибо Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены». Вторая часть этого стиха так звучит в расширенном переводе. «Почитающих Меня, и Я почитаю». Кто из вас верит в Божье Слово? Примите это слово. Примите то, что здесь написано. «Почитающих Меня, и Я почитаю». «Почитающих Меня, и Я почитаю». «А бесславящие Меня будут посрамлены». Все очень ясно. «Если мы почитаем Бога, Бог говорит, что Он почтит нас. А если мы не почитаем Его, если мы презираем Его, если мы не придаем значение Его Слову, если Его Слово не стоит на первом месте в нашей жизни, если мы не желаем, чтобы Бог оказывал влияние на нас, то, как Он говорит, мы будем посрамлены». Вы стоите перед выбором. Вы можете научиться почитать Бога, узнав, что значит «почитать Бога». Но вы не сможете оправдать свое непочтение к Нему, сказав, «Ведь я не знал». Библия говорит, что Божий народ гибнет из-за недостатка ведения. Именно то, чего вы не знаете, и отрезает вас от того, что вы могли бы иметь. Если наше почитание Бога рождает Его почтение к нам, тогда нужно сделать все, чтобы понять, как почитать Бога. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 5 главу. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 44 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 44 стих. Пятая глава, 44 стих. Здесь написано «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете?» Есть слава и почтение, которые получить можно лишь от Бога. То есть люди могут уважать и оказывать почтение друг другу. Но это почтение никогда не сравнится с почтением, которое исходит от Бога. В расширенном переводе звучит так. «Как вы можете веровать, как вы научитесь верить, когда вы довольствуетесь почтением и похвалой, которые получаете друг от друга, и не ищете славы и почтения от единого Бога?» Есть почтение, которое получить можно лишь от Бога. Мы прикладываем много усилий, чтобы получить одобрение, похвалу, награды, почтение от людей. Мы ничего не делаем для того, чтобы получить почтение от Бога. Есть вознаграждение, которое я знаю, не получу, пока нахожусь в своем физическом теле. Но я не ищу этого вознаграждения. Это значит, мне не нужно никому подольщаться. Я не стремлюсь получить похвалу от людей. Конечно, все хотят нравиться людям. Все стремятся к тому, чтобы их любили. Но задумайтесь о том, сколько усилий люди прикладывают к тому, чтобы получить одобрение друг друга. Просто задумайтесь, на что люди готовы пойти ради симпатий окружающих. Задумайтесь о политике. Люди готовы разыгрывать целые спектакли только ради того, чтобы обрести славу в глазах других людей. Но то, что они стремятся получить от людей, они, возможно, никогда не получат. Если они начнут стремиться к почтению, которое исходит от Бога, Бог будет почитать вас так, как никакой человек на земле никогда не сможет. Не знаю, чего хотите вы, но я хочу почтения, которые исходят от Бога. Бог может так почитать вас, что никакой человек не сможет остановить вас. Аллилуйя! Слава Богу! Давайте дадим определение этому почтению. Я прошу Господа помочь мне сегодня. Я хочу, чтобы вы приняли это учение, потому что ваша жизнь нуждается в изменениях. Мы должны продемонстрировать миру, что есть выгода в служении Богу. И сделать это мы сможем, только победив. Лучшая месть — это наш успех. Слава Богу! Если вы хотите отомстить за что-то, будьте успешны в том, что призвал вас сделать Бог. Настоящий успех, о котором говорит Библия, это знание Божьей воли для вашей жизни. Что же такое почтение? Как мы определяем почтение? Почитать — значит признавать весомость чего-то. Вот буквальное значение этого слова. «Весить», «Утяжелять», «Нести вес». Это буквальное значение этого слова. Если вы почитаете Бога, это значит, Его Слово имеет такой вес в вашей жизни, что ничто из того, что говорят другие, или что происходит вокруг вас, не будет влиять на вас. Почему? Потому что вы почитаете Бога, и Его Слово имеет больший вес для вас, чем их слова. Его влияние имеет больший вес, чем влияние других людей. Когда Бог и Его Слово почитаются, и когда никто вокруг вас не влияет на вас больше, чем Бог, когда ничто не влияет на ваши решения больше, чем Бог, ничто не влияет на ваши слова больше, чем Бог, ничто не влияет на ваши действия больше, чем Бог, Это и есть почтение Вы должны задать себе вопрос Есть ли в моей жизни, чему я придаю больше значения, чем Богу? Возьмите то, чему вы придаёте больше значения в своей жизни И сравните это с Богом Если это весит больше для вас, чем Бог Тогда вы почитаете это больше, чем Бога В результате этого Вы становитесь в один ряд с теми, о которых Бог говорит, что они будут пострамлены Потому что они не почитают Меня Вы стараетесь заслужить почтение от людей Эти люди имеют на вас влияние Их слова имеют для вас вес Но Божьи слова не имеют для вас никакого веса Что происходит с человеком, который считает себя христианином Ходит в церковь и делает всё, что делают христиане Но при этом в его жизни есть что-то Что для него дороже Больше, чем Божье Слово Есть сферы в его жизни, которые он ставит выше Бога Например, у вас могут быть финансовые трудности Многие люди, включая христиан Сталкиваются с финансовыми проблемами Ваши финансовые потребности и затруднения говорят вам о том, что у вас недостаточно денег, чтобы давать десятину У вас есть искушение почитать свои трудности больше, чем Бога Потому что трудности давят на вас Почитание Бога В этой ситуации означает Как бы вам ни было трудно финансово Божье Слово имеет для вас больший вес, чем ваша проблема А потому вы продолжаете давать десятину Вот это и есть почитание Бога И если мы будем делать то, что Он нам говорит Только когда это не причиняет неудобств Тогда это не почтение Например, вам совсем не трудно быть послушными Богу, когда вы в церкви А как вы будете себя вести, когда это не так удобно? В этом случае Божье Слово должно весить для вас больше, чем сложившаяся ситуация Сегодня я хочу говорить о том, что в результате моего почитания Бога Бог начинает почитать меня И если моё почитание Бога В соответствии с Первой книгой Царств, Второй главой Заставляет Бога почитать меня Тогда мне нужно сделать всё для того, чтобы я почитал Бога Давайте откроем притчи Третью главу Сатана не хочет, чтобы люди с почтением относились к Богу На земле сейчас живёт поколение Которое по сравнению с предыдущими меньше всего почитает Бога Более того, мы почитаем лишь себя Прочитаем притчи Третью главу, Девятый стих Седьмого стиха по Девятый и Десятый Давайте Готовы? Читаем Не будь мудрецом в глазах твоих Бойся Господа и удаляйся от зла Это будет здравием для тела твоего И питанием для костей твоих Чти Господа от имения твоего И от начатков всех прибытков твоих И наполнятся житницы твои до избытка И точила твои будут переливаться новым вином Послушайте, как эти слова звучат в расширенном переводе Почитай Господа от капитала своего и состояния От трудов праведных твоих То есть Бог надеется на то, что ваша работа легальна Вы меня услышали? Почитай Господа от капитала своего и состояния От трудов праведных твоих И от начатков всех прибытков твоих И наполнятся склады твои до избытка И точила твои будут переливаться новым вином Первое, что я хочу, чтобы вы поняли, это то Что не Крэпла Доллар написал эти слова И не он поместил их в Библию Что вы делаете с такими стихами, когда находите их? Игнорируете, как будто их там нет? Или вы притворяетесь, что нет никакой взаимосвязи между вашими деньгами и вашим почитанием Господа? Мы это просто игнорируем Говорим только о Сидрахе, Месахе, Авдинага И говорим о любви, потому что Бог есть любовь И любовь — самая важная тема Мы будем говорить только о том, о чем нам хочется говорить Но никогда не будем говорить на темы, которые нам не нравятся Притворяясь, что их нет в Библии Я так не могу Это есть в Библии Вы сами это прочитали А это значит, нам нужно узнать Что это значит И как это применить в жизни Боже, что меня беспокоит Что если я игнорировал какие-то библейские истины И поэтому в моей жизни возникла определенная ситуация Я сделал все, что знал Но знал недостаточно И так как я не знал того, что должен был знать Мне пришлось мириться в своей жизни с тем, с чем мне совсем не нужно было мириться Мое невежество привело к тому, что мне пришлось с этим мириться И все потому, что я не знал всей истины Божьего Слова В девятом стихе мы видим наставление чтить Господа Мы знаем, что это значит Почитать Господа значит дать Ему власть Наставлять нас и повиноваться Ему Почему? Потому что Его Слово весомо Почитать Господа значит не позволять никому и ничему иметь больше влияния на вашу жизнь, чем имеет Божье Слово Вот в этом и проблема Дело в том, что некоторые сферы нашей жизни имеют гораздо большее влияние на нас И когда Бог говорит нам что-то сделать, особенно если это касается денег Мы не почитаем Его своим послушанием Мы послушны Ему во всем, что касается любви, молитвы и посещения церкви Но, минуточку, Господи, Ты ведь не на Уоллстрит работаешь, а потому мы не будем послушны Тебе в отношении денег Возможно, в этом-то и кроется проблема В этой сфере вы слабы, потому что в этой сфере вы не почитаете Бога Божье Слово не имеет должного веса в том, что касается ваших финансов Прочтите еще раз Здесь написано «почитай от имения Твоего» Здесь совершенно ясно написано, чем мы должны почитать Господа В расширенном переводе сказано «почитай Господа от капитала своего и состояния, от трудов праведных Твоих» Если я правильно читаю эти слова Здесь написано, что мы можем использовать свои деньги, которые зарабатываем на своей работе для того, чтобы почитать Бога Мы можем использовать свои деньги, чтобы почитать Бога Порой скептики, которые приходят в церковь, говорят «Почему он говорит о деньгах? Почему он не говорит о любви, о семье? Я об этом говорил в тот день, когда вас не было в церкви» Спектр тем этого служения обширен Осталось не так много тем, о которых мы здесь не говорили Мне не нравится, когда я вижу христиан, прозябающих нищете Они страдают от бедности и теряют свои дома Как я могу после этого говорить только о Данииле и его рве со львами? Разве не в такое трудное для всех в отношении финансов время? Я должен учить о том, что происходит в сфере финансов в вашей жизни? Вы должны принять решение Будете ли вы настолько почитать Бога, чтобы Его Слово в отношении финансов имело больший вес, чем слова неверующих людей? Итак Почитать Господа от имения Своего Значит дать Ему власть, учить вас распоряжаться заработанными деньгами И быть послушными Ему в этом Когда вы в последний раз молились о своей маме, отце, молились о своем исцелении, молились о деньгах, молились о работе Когда вы в последний раз молились, Господи, скажи мне, как мне распоряжаться своими деньгами? Когда вы в последний раз молились этой молитвой? Хоть раз молились? Господи, покажи мне, что сделать мне со своими деньгами Чтобы передать Ему власть над вашей жизнью, мы должны услышать Его Мы должны услышать, что Он сказал в Своем Слове в отношении наших денег Десятина — это вопрос послушания Это вопрос, который ясно разделяет тех, которые говорят «Божье Слово имеет больший вес в моей жизни, и потому я отдаю 10% от своего дохода» От тех, которые говорят «Я настолько нищ, что готов попробовать все, что угодно» Вы не почитаете этим Господа А отдаете десятину из страха То есть вы не чтите Господа А потому теряете Его благословение Люди, которые дают десятину, слышат Бога И Он благословляет их жизнь И тем не менее, есть люди, которые поступают так «Пошли, возьми Библию, мы уходим» Нельзя осуждать этих людей Они поступают по незнанию Им нужно достичь дна, и тогда они поймут, что им пора выяснить, чему учит Божье Слово Может быть, Господь допустил этот кризис в нашей богатой стране Чтобы показать нам, что мы не настолько контролируем свою жизнь, как нам казалось То, что некоторые делают, им не помогает Я буду делать то, что делал до сих пор Мы будем давать десятины и пожертвования Мы будем продолжать сеять А они могут делать все, что хотят Мы не прекратим, потому что Бог позаботится о дающем десятину Иного быть не может Он взял на себя обязательства А если кто-то в это не верит Это не моя проблема Дело в том, что в это нужно верить Сказанному в Библии нужно верить Кто-то скажет «Я не верю», значит, тебе труднее Ты не сможешь того, что могут христиане Тебе будет труднее В чем эта трудность? В том, что ты не веришь Не нужно осуждать тех, кто не верит Вы не верите, но мы все равно любим вас Но вы увидите, что у меня будет получаться то, что у вас не получится Потому что я получаю особые преимущества через то, что я послушен в даянии десятины Смотрите Кого вы любите Того вы и чтите Кого вы любите Того и чтите Вы можете петь Я люблю Господа Услышал он мой зов Но если вы не воздаете чести Господу Если вы больше почитаете своего жениха, чем Бога Тогда получается, что своими устами вы говорите, что любите Бога А почтение достается вашему жениху А жених безработный банкрот Вы меня слушаете Кого вы любите, того вы и чтите И тот, кого вы чтите Послушайте внимательно Если вы кого-то почитаете, вы ставите его на первое место Если вы кого-то любите, вы его и почитаете Если вы его почитаете То вы ставите его на первое место Разве можно говорить, что вы кого-то любите, если этот человек не стоит на первом месте в вашей жизни Вы даже не можете сказать, что любите свою жену, если спорту уделяете больше времени Тот, кого вы любите, будет стоять на первом месте в вашей жизни Кого вы любите, того вы и чтите Не говорите «Я люблю Господа», если Он не приоритет в вашей жизни Если Он не на первом месте Когда Бог на первом месте в вашей жизни, в ней происходит много чудесного Ищите прежде Царства Божьего и праведности Его, и все остальное, в чем вы нуждаетесь, будет дано вам Есть нечто особенное в том, когда вы почитаете Его, а не просто бездумно говорите «Я люблю Бога» Легко проверить, настоящая ли это любовь Проверьте, есть ли почтение Проверьте, какой вес имеет Божье Слово, и проверьте, на каком месте он стоит в вашей жизни Достаточно взглянуть на то, как вы расходуете свое время О чем вы говорите чаще всего И как вы тратите свои деньги Все это показывает, насколько справедливо ваше почтение Дело в том, что христиане научились религиозному языку Но сердца их порой далеки от того, что они говорят Когда Бога любят Когда Его почитают Когда Бог стоит на первом месте Его Слово имеет вес Его Слово влияет на вашу жизнь Он получает первое место в вашей жизни Ни деньги и ничто иное не будет занимать это место, а лишь Бог Лишь Иисус сидит на престоле вашей жизни А теперь вопрос Что происходит, когда вы не слышите то, что здесь написано Чти Господа от имения Своего Что происходит, когда вы говорите Нет, я люблю свои деньги больше, чем Бога Я вас понимаю, пастор, но я люблю свои деньги больше, чем Бога Что происходит, когда у вас развивается привязанность к деньгам? Когда Бог занимает в вашей жизни второе место после наличности Первое послание Тимофею Шестая глава Скоро мы вернемся в притчи Первое послание Тимофею, шестая глава Первое Тимофею, шестая глава Этот стих чаще всего неправильно цитируют Меня забавляет, когда неверующий человек пытается учить меня Библии А разве в Библии не написано, что деньги — это корень любого зла? Нет Вот что написано Первое Тимофею, шестая глава, десятый стих Готовы? Читаем «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям» «Ибо любовь к деньгам есть корень всех зол, предавшись этой страсти, некоторые сошлись с верного пути и уклонились от веры, и сами себя подвергли многим скорбям и боли душевной» «Любовь к деньгам или неправильное к ним отношение, нездоровая привязанность к ним — вот корень всех зол» Вы спросите «А как понять, есть ли эта любовь к деньгам во мне?» «А как вы знаете, что любите Бога?» «Вы почитаете Бога, Он стоит на первом месте в вашей жизни» Вы также можете понять, любите ли вы что-то еще в своей жизни Мы не говорим, что вы кого-то любите, потому что испытываете к этому человеку чувства Чувства приходят и уходят, чувства меняются А истинность любви измеряется почтением и тем, что стоит у вас на первом месте Она измеряется тем, что имеет вес в вашей жизни Также и любовь к деньгам Откуда я знаю, что я люблю деньги? Большинство людей скажут вам, что не любят деньги, потому что их обижают, когда им говорят об этом Но это очень просто Когда вы ставите деньги Или их добывание на первое место Когда вы почитаете деньги И они имеют для вас большее значение, чем что-то иное в жизни Это говорит, что вы любите деньги Вы читаете Библию и говорите «Я люблю Бога, и я почитаю Его» А Бог призывает вас приносить в церковь десятины и пожертвования Он призывает почитать Его от вашего имения И вы слышите, что говорит Божье Слово Но деньги Владение деньгами для вас важнее, чем исполнение Божьего Слова Тогда поздравляю Вы короновали деньги Вы сделали их своим новым господином И Бог теперь на втором месте после ваших любовных отношений с деньгами Вы должны это понимать, друзья мои В Божьем Царстве действуют определенные принципы Если вы верны Божьему Царству, то вы любите Бога Его Слово имеет вес в вашей жизни И, конечно, вы послушны Божьему наставлению в отношении денег Так вы подтверждаете, что Божье Слово имеет вес в вашей жизни И вы будете послушны Ему Этим вы говорите Я буду отдавать десятины и буду приносить пожертвования Я буду делать все, что Библия говорит мне делать В отношении моих денег Вот в этом случае Божье Слово имеет вес Потому что ты чтил меня, я тоже тебя почту И разве может нуждаться тот, кого почитает сам Бог? О, Боже, у меня осталось только 8 долларов Этих денег и так ни на что не хватит Чтобы заправиться, вам нужно 80 А у вас только 8 Господь говорит Отдай мне эти 8 долларов Почти меня этими деньгами И тогда я приду к тебе на помощь во время нужды А вы Нет Это последние 8 долларов Я оставлю себе эти 8 долларов и куплю себе что-нибудь Вы съедаете свои семена И в то же самое время Вы пренебрегаете Божьим Словом И все это из-за денег Я видел, как деньги становились причиной больших раздоров Войны начинались из-за денег К примеру, у вас есть лучший друг И вы дали ему 20 долларов месяц назад Вы не вспоминаете об этих деньгах до тех пор Пока они вам не понадобились Вы говорите ему Может вернешь мне мои деньги И это становится причиной большой ссоры Деньги это то, на чем стоит мир Вот поэтому в мире сейчас столько сумятицы Потому что деньги ведут себя очень странно Люди не знают, что в Библии есть пророчество о том Как в последние времена Богатство нечестивых Будет переходить в руки праведных Субтитры сделал DimaTorzok